Привет, это канал Parfum for Men. На этом канале мы говорим о парфюмерии, чаще о парфюмерии мужской. Меня вы стали уже подталкивать, попинывать, мол, когда будут ароматы на весну, когда будет топ ароматов на весну. Особенно часто мне стали поступать такие сообщения в моем телеграме. Подпишитесь, кстати, на мой телеграм-канал. Сейчас в телеграме открытый, правда по подписке, но открытый, так это нелепо звучит. Короче, может любой. Не по подписке, а... или по подписке, как это правильно называется. Короче, нужно подать заявку в мой чат, и там разворачиваются просто каждый день какие-то невероятные парфюмерные... Ну, чтобы даже баталии, разговоры, обсуждения и так далее. Там интересно, там классно, поэтому подпишитесь на мой телеграм-канал и подайте заявку на вступление в чат моего парфюмерного телеграм-канала. Так вот, вы меня часто просите о том, чтобы появился на канале уже пора топ ароматов на весну. Я обязательно такой ролик запишу, потому что такие ролики смотрибельны, но сегодня... А сегодня я записываю этот ролик, сегодня 6 марта 2024 года. Я бы хотел рассказать вам о тех ароматах. Такая мысль мне пришла в голову, опять же, совершенно спонтанно. Я хочу вам рассказать о тех ароматах, которые я сам уже в начале весны поносил. И это далеко, хотя, конечно, есть здесь топовые, прям однозначно топовые ароматы. Но по большому счету подборка не топовая. Просто делюсь с вами тем, что я уже поносил в марте. Здорово! Привет! Слушай, ты где берешь парфюмерию? На рандеву. А там оригинал? 100% оригинал. А промокод есть? 10 парф. Дает скидку 10% на покупки от 2,5 тысяч рублей. Слушай, спасибо большое. Да, без проблем. Первый аромат, я уже в руках его здесь держу, это линейка L'Om Ideal от марки Guerlain. И конкретно вот этот аромат называется Cool. Я с большущим уважением отношусь ко всей линейке L'Om от марки Guerlain. Я с большущим уважением отношусь к марке Guerlain в целом, потому что это очень крутая марка. Это наикрутейшая марка. Но раз уж я сегодня говорю об этом аромате, давайте мы его и постараемся описать. В этом парфюме, как и во всей линейке L'Om Ideal от марки Guerlain, главным действующим персонажем, главным действующим лицом является нота миндаля. И это очень интересный момент, потому что когда, например, речь идет о каком-то аромате внегендерном, унисексовом, и там заявлена нота миндаля, и вдруг мы эту ноту миндаля чувствуем, ну, несколько мягко, не совсем по-мужски, у нас нет особых претензий к этому аромату, потому что он заявлен как унисекс. В данном же случае аромат заявлен как однозначно мужской, L'Om Ideal, мужской аромат. И здесь есть нота миндаля. И вот в этом случае к ноте миндаля мы уже предъявляем некоторые претензии. Нам хочется, чтобы эта нота, которая, по большому счету, наверное, не самая такая брутальная нота в парфюмерии, все-таки никак не отсылала звучание аромата в какую-то феминность и отсутствие брутальности. Так вот, в этом аромате, как и во всей линейке L'Om, есть миндаль, и он ни в коем случае не отсылает своим звучанием композицию этого аромата в какую-то несерьезность, феминность, он остается мужским. Мужским, элегантным, красивым ароматом. Итак, нота миндаля здесь основная. И вокруг этой ноты миндаля, я не помню, сказал я или нет, этот аромат уже снят, но его еще можно купить по умеренным ценам, и я бы рекомендовал вам к этому парфюму присмотреться, потому что пройдет какое-то время, и как всякая снятость, он начнет дрожать. Цитрусы вначале есть такие освежающие, охлаждающие, но какой еще один есть большой плюс конкретно у этого аромата? В его пирамиде не только обозначено, как часто бывает, в пирамиде обозначено, а мы носом не можем эту ноту поймать. Не только обозначено в пирамиде, но и чувствуется носом мята. А я знаю, что мяту очень многие ищут в парфюмерии. Ищут долго, потому что нота мяты может звучать достаточно часто химозно. Так вот здесь никакой химозности нет. Никакой химозности нет. На старте чувствуется мята явно. Она чувствуется охлаждающей, освежающей, вместе с цитрусами бодряще. После, когда эти верха утихают, проявляется во всей красе миндальная составляющая. Это абсолютно мужской аромат, но при этом он мягкий, но остается мужским. Понятный, достаточно слышный. Я не скажу, что у него какой-то гипершлейф. Скорее, шлейф и стойкость у этого парфюма являются средними показателями. Но это не делает то, что шлейф и стойкость умеренные. Это не делает этот парфюм каким-то незаслуживающим вниманием. Он абсолютно универсальный. Он подойдет под любой образ, под любой стиль. И он очень красиво звучит в легкую, теплую, весеннюю погоду, когда, как принято говорить у писателей, природа пробуждается. Следующий аромат. Это марка Ивра. Лесанс де Лесанс, наверное, это читается. Вот этот аромат я ношу достаточно редко. Но так случилось, что я его ношу редко. Но каждый раз, когда я в этом аромате, я сначала вам расскажу о своих ощущениях. Я себя почему-то чувствую каким-то серьезным дядькой при деньгах. При этом достаточно демократичный. Не такой сноб, знаете, при деньгах, который повелевает. Который прям такой начальник. А нет. Прям такой демократичный дядька с юмором. Но при деньгах. В классном костюме. Классическом. Итальянском. Но при этом немного небрежно я его ношу. Немного небрежно не потому, что я неаккуратный. А потому, что в этой небрежности как бы чувствуется любовь к жизни. Гедонизм. Ощущение того, что все вокруг по кайфу. Но при этом как бы вот я дядька. Я не молодой. Ну, я и сам не молодой. Но я ощущаю этот аромат вот именно так. И этот аромат очень легко описать. Этот аромат пахнет. Цитрусово-древесным дорогим мылом. Цитрусово-древесно-дорогое мыло. Ну, это очень красиво. И с какой-то такой легкой кислинкой. Вот просто представьте себе. Дорогущее мыло цитрусово-древесное. Вы его так вспенили, вспенили, вспенили. Чтобы эта пена была достаточно плотная. И как будто бы туда еще сверху так капнули лимонного сока. Вот прямо сверху так раз и выжали лимон. И вот эта вот капля лимона добавила такой классной пикантности. Такой классной вот кислинки, которая нотой C сквозит по всей этой композиции. Очень классно. Вообще не стойко. Вообще не шлейфово. Это нужно обновлять. Но это прямо круто. Следующая композиция. Диа Фрэнс. В прошедшем 2023 году этот аромат стал одним из моих лучших приобретений. Я вообще здесь недавно задумывался о том, а какие вообще ароматы мне принесли максимальное удовлетворение в 2023 году, которое я купил в 2023 году. И прямо понял, вот не прогадал. Вот прямо это вот попадание 10 из 10. Прямо вот в яблочко. Это один из таких ароматов. Я прямо кайфую от него. У меня крышу сносит, когда я в нем. И при этом это тоже очень понятная и приятная композиция. Я уже здесь ее свечу в руках, но небольшое отступление. Я вдруг опять же поймал себя на мысли, что мне в последнее время хочется чего-то легкого, понятного, но при этом чтобы сборка этого аромата, шлейф этого аромата чувствовались дорого. Покиньте у меня какие закидоны. Я хочу, чтобы понятно, но чувствовалось, что это прям дорогая такая классная вещь, не как у всех. Не простенькая композиция, но при этом понятная. И вот этот аромат, он однозначно отвечает этим требованиям. Это Нишан Улон Ча. Аромат, которым можно описать по большому счету одним предложением. Это зеленый цитрусовый чай. Причем на старте больше цитрусовых и меньше зеленого чая, остывшего при этом зеленого чая. А чем дольше этот аромат на вас сидит, тем цитрусовых становится меньше, а чай, как будто бы горечь в нем появляется. Он остается холодным зеленым чаем, но в нем появляется горечь. В Улон Ча от Нишан. Классная вещь. На весну прямо топчик. И на лето будет топом тоже. Однозначно, стопроцентным топом. И тоже универсальный аромат абсолютно. Хотите под классику? На себя напшикались, если вы носите классические костюмы. Хотите под спортивный стиль? Хотите под кэжу? Когда у вас вверх типа а-ля классический, какой-то классический пиджак, при этом там под ним футболка, а снизу у вас кеды и джинсы, тоже ляжет на этот образ Улон Ча от Нишан. Ну, просто на 100%. Это очень хорошо, правда. У меня полтинник. Вот это как раз тот аромат, который я бы, наверное, купил в сотне. Но почему он у меня в полтиннике? Потому что у меня вся линейка Нишан, все ароматы, которые у меня есть, они у меня в полтинниках. И просто, ну, чтобы красиво все было, я купил полтинник. А так, это тот аромат, который достоин прямо сотни. Что бы там кто ни говорил о том, что этот аромат заезженный, это Dolce & Gabbana The One. Это шедевр. Этот аромат прямо можно вписать в топ... Какой мы возьмем топ? Давайте скажем 100. В топ 100 лучших мужских люксовых ароматов. Настаиваю на том, что это тот аромат, который обязан быть в коллекции у настоящего парфюманьяка, у которого несколько флаконов, несколько десятков, сотен. А если человек увлекается парфюмерией, и у него много флаконов, среди этих множество флаконов вот этот быть просто обязан. Я в нем провел один из дней марта. Сейчас же вот такой красоты в люксе не встретишь. Сейчас вот какие-то другие тенденции, они наверняка пройдут, но вот этот аромат, он из того времени, когда аромат создавался не для того, чтобы хайпануть, а для того, чтобы просто было красиво. Просто парфюмер вот захотелось так сделать. Наверняка у него тоже было техзадание, но творчество было больше, чем коммерции. А здесь просто так совпало, что и творчества много, и коммерции просто с избытком. Так совпало и это круто. Он чертовски хорош. В нем мягкие пряности, чуть сладковатые. Опять же, здесь есть какая-то приятная или едва уловимая кислинка. Здесь очень красивые, люксовые, в самом хорошем смысле слово люксово звучащие, древесные ноты. Здесь чувствуется табак, но опять же, это скорее такой табак, фантазийный, что ли. Здесь не чувствуется нота табака трубочного, который берешь и куришь. Здесь не чувствуется табак сигаретный или сигарный, или кальянный. Но вот какие-то вайбы табака здесь улавливаются, и табак заявлен в композиции. Но нужно понимать, если вдруг мы никогда не пробовали этот аромат, что здесь табак скорее такой фантазийный. Здесь очень красивый, легкий старт, наполненный воздушными, такими парящими, цитрусовыми нотками. И общий вайб этого аромата как аромата свежего, чистого тела после душа. Потому что от чистого, свежего тела после душа идет вайб вкуснющий геля для душа, которым вы помылись. И пусть вас не смущает то, что я в описании этого аромата применил фразу «гель для душа». Мне просто хотелось бы, чтобы вы поняли, насколько это чисто, объемно, свежо, невзирая на то, что здесь и древесные ноты, и табак, звучит. Классная работа. Я в тот день, когда был в нем, просто ходил и прям сам от себя перся. Но в случае с этим ароматом есть, конечно же, минус. Я не знаю, какие там были прошлые версии, самые первые. У меня нет опыта с первыми версиями. Но этот, да, не очень стоек, да, не очень шлейфовый, и поэтому либо можно с собой атомайзер носить, чтобы обновлять, либо, я так делаю, наносить на одежду пару пшиков, потому что за одежду он цепляется сильнее. А можно делать и то, и другое. И на одежду, и с собой атомайзер, потому что, ну, это классная вещь. Даже если вы не будете ее часто носить, да, я тебя еще раз, мой красавец, достану. Даже если вы не будете его часто носить, ну, потому что у вас есть другие ароматы, или потому что вам кажется, что это там не очень современно, как это кажется некоторым. В те дни, когда вы будете к нему возвращаться, вы прям будете получать удовольствие. И еще один аромат, который для меня стал прямо открытием, это Амур Тайгер от марки Арабиан Винд. Арабиан Винд делает парфюмы много на что похожие. Но они сделаны очень хорошо. И если, например, я пробую какой-то аромат, который на что-то похож, и я вот то, на что он похож, знаю, я как бы немного так, не то чтобы разочаровываюсь, а внутри себя произношу. Ну, блин, ну, это как бы в направлении вот этого. В случае с Амурским Тигром, а я знаю, что по описанию во всяком случае, на фрагрантике об этом пишут, этот аромат похож на Тайгер от Булгари, а я никогда не пробовал Тайгер от Булгари, и поэтому этот аромат я воспринимал как что-то самостоятельное. И вот когда вот этой вот связки, на что это похоже, нет, ребята, я прямо очень рекомендую вам попробовать этот парфюм. Он мужской, он не очень дорогой, у него потрясающее распыление. Один из универсальных, классных, я не побоюсь этого слова, вкусно звучащих ароматов. В нем на старте чувствуются цитрусово-древесные ноты, немного чувствуется имбиря, и в сочетании звучит все это очень красиво. А по мере того, как он на вас усаживается, он перестает быть, на мой взгляд, свежаком. Просто многие описывают этот аромат как свежак. На мой взгляд, нет, он свежак только на старте. Поэтому, на мой взгляд, не стоит доверять однозначно тем, кто называет это свежаком. Вы получите свежак только на первые полтора-два часа. А потом этот свежак превратится в такую приятную, теплую, немного лактонную, чуть сладкую композицию, которая, кстати говоря, будет неплохо смотреться вообще круглогодично. Просто весной, опять же, на мой взгляд, в сочетании с весенним воздухом, вот с этой капелью, с такими оттепелями в течение дня это прям очень красиво звучит, но это красиво будет звучать вообще и круглогодично. Летом надо попробовать. Вот по поводу лета я пока сомневаюсь, насколько вот база этого аромата в жару будет красиво раскрываться. Но осень, зима, весна, это прям время этого аромата. Классное стартовое начало, цитрусовое с имбирем, красивый переход от этого начала к такой теплой, амброво- мускусной, мускус-негрязной, аккуратно звучащей базе. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Если вдруг какие-то из этих ароматов вы пробовали, они у вас есть в коллекции, напишите в комментариях, что вы по поводу них думаете. Если не пробовали, но вдруг мой ролик как-то вас подтолкнет на то, чтобы эти ароматы попробовать, пробуйте и опять же делитесь своим мнением. Как вы их чувствуете, помните, что парфюмерия вещь весьма индивидуальная, субъективная, поэтому если вдруг есть сомнения, сначала берем какие-нибудь пробники от Леванты, а потом уже замахиваемся на полный флакон, если понравится. Ну, либо, как я, только хардкор, у меня всегда полноразмерный флакон, и даже если мне не нравится, я не расстраиваюсь, потому что я готов к тому, что возможно мне не понравится, но просто потом как-то пристраиваю этот флакон, если он мне ни в какую не заходит. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик, с наступившей вас весной, пусть она будет хорошая во всех смыслах, и по погоде, и во всех остальных смыслах тоже. Увидимся, пока.